Девятый мая. Мемориальный комплекс «Живые камни памяти и скорби» деревни Салманово. Все по негласно установленному порядку. Минута молчания, возложение цветов, почетный караул. Здесь не требуется какой-то особой новизны. Традиции важнее. День Победы определяет нас как граждан своей страны. Как говорится в гимне России, так было, так есть и так будет всегда. Мемориал в Салманово сооружен относительно недавно. Всего 10 человек ушли на фронт и не вернулись в родную деревню. Но посетить «Живые камни» именно 9 мая посчитали своим долгом не только местные жители, но и первые официальные лица округа. Нет маленьких жертв, никто не забыт. Завершилась церемония концертом под открытым небом. О родине спел депутат Госдумы Денис Майданов. Патриотические композиции исполнили артисты Театра Крылья. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. 9 мая 1945 года ликовала вся страна. Частичку этого настроения можно было почувствовать и в Звенигороде. В культурном центре Любови Орловой местные художники устроили небольшую выставку. Выставка посвящена Победе в мае, ветеранам, весне, хорошему настроению, миру, мирному небу. Но главным событием нынешнего Дня Победы стало выступление творческих коллективов из Могилева. Этот белорусский город из Венигород – Побратимы. Конечно, эта связь с поколением необходима как связующая вот нить, которая держит нас, славян, вместе. Без друг друга мы, безусловно, пропадем. Программа городов-побратимов действует уже более 10 лет. В Белоруссии тоже знакома с нашими талантами. Несколько лет назад мы приезжали с нашей заслуженной артисткой Натальей Бондаревой с программой. Поэтому каждый год мы планируем что-то интересное. В том году у нас была программа в парке «Патриот» и выставка Могилевской епархии была для наших жителей, посетила ее более 60 тысяч человек. За несколько минут до выхода на сцену вокалисты народного ансамбля «Ивицы», что называется, разогревают голоса. «Синя волка я, а на вокал прыгажешь для себя скрайния, ты озера ухваливы, так крыштальния». Буквально за дверью в коридоре готовятся и музыканты Могилевских городских оркестров. 9 мая – праздник, в котором есть место для скорби и памяти. Но в первую очередь это все же великая радость, ведь все-таки мы победили. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».